Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк, и мы продолжаем вспоминать самые яркие шахматные мгновения года 2021. Как и в видео о лучших ходах, где я говорила, что на сайте Часком были представлены 12 номинантов на премию лучший ход года, так и в номинации лучшая партия года сайтом Часком были предложены 15 номинантов на звание лучшей партии года. Конечно, это все очень субъективно, и я уверена, что я увижу много комментариев от вас с вашей, по вашему мнению, лучшей партии года 2021, но для этого видео я выбрала три партии, которые мне лично очень понравились, и сегодня мы вспомним об этих ярких шахматных мгновениях. Итак, первая партия Кубка мира 2021 из Кубка мира. Сергей Корякин белыми фигурами играет против Сэмюля Шэнкланда. Сергею нужно было отыгрываться, так как первую партию он проиграл, и на Е4-Е6 Сергей избрал такое вот достаточно спокойное продолжение с первого взгляда, но на самом деле все получилось очень-очень остро, и очертания позиций, которые возникли после дебюта, напоминали страндийскую защиту с переменой цвета. Итак, белые фианкетировали своего королевского слона, черные, как и полагается в старандийских построениях, начинают атаку на ферзевом фланге, и эта партия интересна тем, что очень сложно сказать, где же была допущена решающая ошибка черными. Настолько целеустремленно была атака белых, и настолько безропотно черные под этой атакой оказались и проиграли, что для того, чтобы ответить на вопрос, где же что пошло не так, потребуется очень серьезный анализ. Ну, а мы собрались сейчас для того, здесь и сейчас, чтобы вспомнить эту партию. Итак, белые закрыли центр, протолкнули пешку на Е5, обеспечили себе пространство на королевском фланге, черные, в свою очередь, как я уже сказала, надвигают пешки на ферзевом фланге, белые на королевском, пробросили пешку до Е5, вынудили ход Е6, соответственно, это зацепка, используют ее белые, чтобы подцепить королевский фланг. Мы видим, что черные развивают свои силы и свою игру на ферзевом фланге, белые продолжают развивать фигуры таким образом, чтобы они смотрели в сторону черного короля, ладья ФЦ8, Ж4, пошла вперед пешка, черные пытаются затруднить продвижение Ж5, ходят ферзь Д8, конь 1, Н2, но где-то все-таки черные были излишне медлительны в этой партии, потому что последовал ход ладья А6, возможно, надо было сразу начинать атаку ферзевого фланга, ход Б4, ладья А6, Б4 здесь, ладья Ж1, мы видим, что белые уже готовы к штурму по линии Ж, конь Ф8, АБ, ЦБ, Д4, еще один очень важный ход, сейчас центр закрыт, невозможно черным подумать о ходе Д4 со вскрытием своего слона, ну и это значит, что в ближайшее время мы увидим продвижение Ж5. Здесь следует ход конь А5, конь вроде бы достаточно логично стремится на поле С4, но белые наконец-то провели свой план, ходит Ж5, конь С4, ферзь С1, оставляют ферзя на диагонали С1, А6, АЖ, слон Ж5, и позиция черных уже очень-очень неприятна, опять же, повторю еще раз, не так понятно, что же черные сделали неправильно в этой партии, потому что их игра на ферзевом фланге, фланге казалось очень логичной, но почему-то игра белых на королевском оказалась гораздо быстрее, сильнее и эффективнее. Последовала Б3, после этого хода позиция становится абсолютно проиграна, но на самом деле, наверное, и здесь она уже очень тяжелая. Б3, слон Е7, ферзь Е7, слон Ф1, скрывают белую линию Ж, открывают дорогу ладьи, и уже на следующем ходу приносят ладью в жертву, очень красивый удар, ладья Ж7, я думаю, что этот ход мог бы быть и номинирован и на звание ход года, ладья Ж7, ход под бой, как мы любим, король Ж7, конь Ж4, и ферзь с конями набрасываются на черного короля, и несмотря на то, что вроде бы вокруг черного короля есть свои фигуры, но как-то они не могут помочь своему монарху. Ф5, ЕФ, ферзь Ф6, понадеялись черные откупиться ферзем, и свои пешки, которые тоже достаточно далеко уже продвинулись, провести, но контригра черных на ферзевом фланге не успела, а белые вполне себе очень даже преуспели на ферзевом, но с лишним ферзем это, конечно, не так сложно. А6, не обращая внимания на возможность побить на А1, так как угрожает ферзь Ж7, конь Ж6, конь А4, и несмотря на все яростное сопротивление черных, белые все-таки оказываются быстрее. Новоиспеченный ферзь черных появился на доске, но он не помогает им, так как вот такой вот эффектный мат ферзь Д7 белые ставят. Что же, очень яркая победа Сергея Корякина, позволившая ему перевести матч на тайбрейк, затем победить на тайбрейке, и, как мы знаем, по итогам Кубка Мира отобраться в турнир претендентов. Идем дальше по партиям года, и следующая партия тоже сыграна на Кубке Мира 2021. Магнус Карлсон в очень сложной, интересной, не шаблонной игре переиграл Владимира Федосеева. Эту партию тоже многие комментировали и пытались разобраться в хитросплетениях и сложностях. Не так это просто сделать. Я отмечу, что в этом матче Магнуса Карлсона против Владимира Федосеева мне нравится и вторая победа Магнуса, возможно, даже больше, чем первая. Но, так как номинирована именно эта партия в номинации «Партия года», смотрим ее. Старандийская защита и ход h4. Ну, этим ходом сейчас, наверное, никого не удивишь. Даже на третьем ходу белые запускают пешку h, как только видят продвижение g6. Если бы не ход h4, то все достаточно по стандартным старандийским канонам движется. Конь c6, d5, конь e5. Но вот, да, недостаток пешки на h4 в том, что поле g4 ослабляется. И ход f4, который, например, был бы возможен при пешке на h2, после такого вот смелого прыжка коня в центр конь e5 уже невозможен, так как конь спокойно заберется на g4 и будет себя очень хорошо чувствовать. Смелый конь на e5. Белые пытаются как-то подготовить ход f4, создать угрозу, но следует h5. И вновь в поле g4 очень хорошая является стоянкой для коня после случая f4. Слон f4, 0, 0, конь f3, конь f3. Смелое решение gf. Гораздо крепче выглядит ход слон f3. После gf, казалось бы, вскрывается линия g, и, возможно, белые надеялись каким-то образом создать атаку, но у черных это черные. Черные, как ни странно, атаковали в центре первыми. c6, ферзь d2, cd, cd, король h7, a4, конь d7. И этот конь открывает дорогу пешки f5. И затем готовится прыгнуть на e5. И вот эти слабости по линии f мы видим, что они не играют в пользу белых. a5, f5, ладья a3, конь e5. Несколько нестандартно приходится белым действовать, так как вот с такими вот ослаблениями королевского фланга ход 0, 0 уже скорее будет решающим ослаблением позиции, поэтому как-то ладьи пытаются белые подвести через третью горизонтали и урепить центр и королевский фланг. Слон e3, и здесь следует очень красивая жертва. f4, слон f4, достаточно стандартная жертва при сдвоенных пешках черные. Одну пешку отдают, но вскрывают линию f. После слона d7, конь d1, жертвуют еще и качеством. Ладья f4, ферзь f4, слон h6. Опять же, эта жертва возможна из-за того, из-за дефектов пешечной структуры белых, потому что ввиду сдвоенности пешек возникает возможность заблокировать эти пешки по черным полям. И качество здесь не так чувствуется, как позиционные недостатки у белых. Слон f4, ферзь g2, ладья c8. Какие позиционные недостатки у белых, кроме их структуры слабой и неразвитости? Нескоординированность фигур. Из-за того, что король остался в центре, из-за того, что он не рокировался, мы видим, что черные начинают создавать неприятное давление по линии c. Ладья c3 ходить приходится, перекрывая таким образом линию c. Но каким-то странным образом все белые фигуры оказались на королевском фланге. Какая-то такая вот коробочка построена. И ферзевый фланг, он предоставлен черному ферзю. Становится очень непросто играть белым. c4 сделан ход, b5, a, b, a, b. И здесь белые допускают решающую ошибку. Но опять же, в такой ситуации, когда все фигуры стоят плохо, когда много слабостей, играть очень непросто. Ферзи g1 делают ход белые в надежде убежать королю на g2, но не успевают провести свой план. Точнее было король f1, чтобы на ферзь a8 или ферзь a6 пойти король g1 и на шаг на 1 уже перекрыться ферзем. Такое вот перестроение было бы гораздо сильнее. После короля f1, скорее всего, черные бы сыграли b5, побили бы на c4 и возникала вот такая вот сложная позиция с компенсацией, безусловно, за качество и с неясной игрой. После же хода ферзи g1 выяснилось, что черные играют ферзь a1 и после хода короля f1 ферзь a2 успевают прицепиться к этому слону. И очень сложно, опять же, вот эту коробочку раскрутить. Конь g2, ферзь a1 здесь последовала такая такой прием, как приближение шахи лесенкой. Ферзь приближается поближе. Ферзь c1, ферзь d2, ферзь g2 и белые, так как черные фигуры вот таким вот образом полностью блокируют фланг, они не в силах создать никакие угрозы. Соответственно, Карлсон увел своего короля в безопасное место и затем подорвал центр, вскрыл еще некоторые вертикали и диагонали, которые использовал для внедрения в лагерь черных. слон f5, ну понятно, что если бы белые побили пешкой c, то тут черная пешка b бы решила исход партии, а после d последовал слон f5, король f7, и белые просто ждут, а черные усиливают позицию. Попытались пожертвовать качество белые, но, как часто это бывает в таких ситуациях, это только усугубило их позицию, здесь они сдались. Вот такая вот интересная встреча в староиндийском, в староиндийской защите, где черные смогли доказать, что ход h4, он содержит определенные дефекты. И идем к следующей партии, к моему третьему номинанту этого видео, партии Феруджа против Раппорта. В Ставангере эта встреча игралась, была разыграна сицилианская защита, ход слон b5, продолжение коня f6, конь c3, можно сказать, дебют четырех коней в сицилианской защите, конь d4, и белые здесь применили очень интересную новинку. 0, 0, a6, c4, конь b4, конь c3, d6, d4. Вот этот ход не применялся ранее. Почему? Потому что после cd, конь d4, белые, конечно, ходить не хотели, потому что пешка на e5 висит, а после ферри d4 следует вилка. И ввиду этой вилки белые отказывались от удара в центре, от хода d4. Но Феруджа отдает ладью и говорит, что материал в шахматах не самое главное, а главное это развитие и время. И в данном случае он оказался прав. Слон f4. Что делать черным? У них лишняя ладья пока, но конь, скорее всего, потеряется. Но вопрос, как же развивать ферзевый фланг, что делать с королем? Например, после хода d, e последует ладья d1, b4, конь d5, и белые вскоре поставят мат. Если сыграть e6, то следует ed, затем, скорее всего, белые съедят коня на а1, и черные так и не решили свои дебютные проблемы. В партии последовал слон e6, ладья бьет а1, ладья c8. Вновь не успевают черные закончить развитие. Если попытаться фенкетироваться, то вот таким вот образом белые могут победить. ферзь e5, шах, и на король g8, d, e, ферзь e7, и конь d5. И ослабленность черных полей решает. Черные решили пока повременить с развитием королевского фланга и создать контрыгру на ферзевом. Ладья c8, нападая на c4, конь d5, d, e, конь бьет e5, f6, может быть, здесь стоило где-то попытаться g6 сыграть, f6, конь f3, слон бьет d5. Наверное, это решение в итоге привело черных к поражению. Если была возможность сохранить белопольного слона, то, наверное, стоило ею воспользоваться. Ходы короля f7 и ферзь d7 гораздо выглядят крепче, чем избранная черными в партии слон d5. е, d, после ухода белопольного слона с доски очень уж белые поля у черных в лагере черных становятся слабыми. Ладья c5, d6 и выясняется, что e5 ход невозможен, так как следует b4, вытесняется ладья с пятой горизонтали и наносится удар либо конь e5, либо слон e5 с решающим эффектом. Черные сыграли ферзь d7, b4, ладья c6, может быть, чуть сильнее было ладья c8, но, опять же, позиция примерно оставалась такой же, как и в партии, очень сложной и непростой для черных, потому что как развиваться, так и не решили черные этот вопрос. Ладья e1, король f7, и вот, скорее всего, король f7 это уже решающая ошибка. Здесь надо было набраться храбрости, сыграть e5, несмотря на то, что следует слон e5, король d8 попытаться убежать королем на ферзевый фланг. у белок, безусловно, сильная компенсация, a4, b5 сейчас последует, и черным придется пережить еще много неприятных минут, но, по крайней мере, они убегают королем в достаточно безопасное место, и слон d6 следует, то есть проблемы с развитием они решают. Последовало король f7, но тогда конь d4 оказалась очень-очень сильным. Вновь, если черные попытаются отдать качество, ладья d6, слон d6, ферзь d6 решает вот такая вот блокада по белым полям. В партии последовало e5 здесь, но здесь это не то же самое, что ходом раньше, ферзь d5, шах, на король e8, слон бьет e5, здесь уже король d8 не проходит, бегство на ферзевый фланг не удается, потому что следует ферзь a5, конь бьет c6, пешкой бить нельзя ввиду ферзь a6, но на ферзь бьет c6, белые просто уходят слоном, например, на b2, и ладья c1 создают очень неприятную угрозу. В партии после ферзь d5 последовала король g6, но тогда слон e5 практически решает исход партии. После fe очень сильно конь f3 и конь e5, а в случае ладья d6 в партии последовала слон d6, слон d6, ферзь e4, и вот в этой позиции повторили ходы. В этой позиции получается, что белые ведут атаку совершенно бесплатно. Материального перевеса у черных уже нету, король слаб, и очень неприятна связка, и слабые белые поля. Все это делает позицию черных незащитимой, и ферзь точными ходами достаточно быстро доводит партию до победы. Ферзь d3, шах, очень важный шах, потому что на коне в 5 сразу последовала бы ладья e5. Поэтому точность надо соблюдать до конца. Здесь после ферзь d3 рапорт сдался ввиду того, что на король h8 следует конь f5, ладья e5 уже промежутка нету, и слон теряется. Вот такая вот очень сложная интересная партия, интересная встреча. Белые победили, и это моя, моя тройка лучших партий этого года. Из тех партий, которые представлены, номинированы сайтом ческом на название лучшей партии, мне кажется, что еще можно было много бы партий упомянуть и выдвинуть на номинацию, например, партия гельфанд мавсисян, мне очень понравилась, которая сыграна в Большой Швейцарке в Риге, если вы ее еще не видели, рекомендую ее посмотреть. Ну и жду от вас комментариев с теми партиями, которые вы считаете лучшими в этом году, в году 2021. Прощаюсь на этом ненадолго, впереди новые партии, новые встречи и Новый год. Всех с наступающим и до скорых встреч. С вами была Александра Костенюк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok